Давайте начнем с одной из главных тем, вернее, главных анонсов, которые сейчас многие обсуждают, многие на это надеются. Удар по Крымскому мосту. Некоторые называют даже дату 9 мая. Согласитесь, что с передачи атакамсов этот кошмар Путина, он имеет все шансы стать реальностью. И последняя новость, да, это то, что в ЕС заявили, что Украине разрешили бить западным оружием по России. Какие ваши прогнозы в связи и с атакамсами, и с тем, что некоторые страны уже перешли эту красную линию, которую мы много раз с вами обсуждали относительно своего оружия? Ну, я бы немножко шире не только по Керченскому мосту, а вообще о Крымском полуострове. Ведь не секрет, что Украина-русская война – это такая своеобразная суперпозиция двух войн, я бы сказал. Одно – это линия соприкосновения тысяч километров, вдоль нее идет такая классическая война на истощение, ну, в котором, вообще говоря, стратегическим преимуществом обладает Россия. Ну, в силу своей большей мобилизационной базы, в силу своего развитого военно-промышленного комплекса, меньшей ценности человеческой жизни в российском обществе и так далее. Но есть вторая составляющая, то, что вот Карл фан Краузерс себя называл центром тяжести войны. Это уязвимое место всей российской военной машины – Крымский полостов. Мы видим, что даже вот в этом чудовищный для нас период полугодового голодного пайка, когда Россия использовала в пять раз как минимум больше артиллерийских, чем Украина, и мы вынуждены были какие-то тактические отступления предпринимать на этой линии фронта. На Крымском полостове, наоборот, даже в этих условиях Украина добивалась успеха. Даже не обладая ни авиацией, ни флотом, мы выгнали российский военно-морской флот из Севастополя, по существу, из восточной части и западной части Черного моря. И каждый день наносят удары наши авиации. Вот недавно я с удовольствием смотрел панические комментарии у российских пропагандистов. Небезызвестный такой правдолюб Ходоренок, он известен достаточно украинскому зрителю, он возмущался, почему российские военные за два года не оборудовали аэродромы в Крыму какими-то закрытыми ангарами, помещениями. Вот после того, как украинцы получили такое оружие, как атакомцы, один удар этого атакомцы может разнести там несколько вертолетов, осколками этого снаряда. Вот, это сейчас. А если говорить о стратегической победе Украины, то ясно, что предположим, что завтра в украинском небе появятся ну хотя бы сотни западных самолетов, еще лучше 200. Это не так много, потому что мы знаем, что на складах НАТО есть 6 тысяч, одних F-16, а они даже считаются так как бы устаревшими по западным стандартам. А сколько еще F-35, а сколько кроме американских самолетов все прекрасные. Французские миражи, британские тайфуны, шведские рипаны. И здесь очень внимательно надо присмотреться, и русские уже тоже паникуют к тем заявлениям Макрона, которые я называю доктрина Макрона. Ведь Макрон, потому что в последний месяц сделал ряд целых важнейших притяжных заявлений, резко критикующих Соединенные Штаты за недостаточную поддержку Украины. Он имел в виду не только то позорное блокирование пакета вооружений, но в целом, что Соединенные Штаты не заявили о цели войны как нанесения поражения России. Макрон заявил, что Европа именно так рассматривает цели войны. Кроме того, он резко выступил против всех так называемых красных линий, которые... Вот вы уже затронули этот вопрос. Одна из этих дурацких красных линий ни в коем случае не удаляет по русской территории. Мы помним, откуда у нас растут ноги в этой красной линии. Это секретное соглашение директора Бернса с Путиным 3 ноября 2011 года. Как бы устное такое по телефону. Путин, увидитель, обещал, что он на границе с атакой на Украину не пойдет в стороны НАТО. То есть США не будут поставлены перед необходимостью выполнять статью 5-й устава. А за это Соединенные Штаты запретят украинцам носить ответный удар РПР. Ну вот это, по-моему, украинцы сейчас меньше всего это слушают. Ну и наглость вот этого крыла Байденской институции доходила до того, что даже вот в этот тяжелейший период снарядного голода господин Соливанин нашел еще лучше, чем приехать в Киев. И когда Украина изнемогала по этим ударам, попытаться запретить и наносить удары дронами. По-российски. Да, потому что это, видите ли, там может сказаться на сценах бензин в Америке и помешать избране удерживающей Байдена. Так вот Макрон очень решительно выступал против этого. И он заявил, что Франция не исключает отправку своих вооруженных сил в Украину. Более того, он сделал очень важное заявление. А мы уже, наши военнослужащие уже участвуют в военных действиях в Украине, наши британские специалисты обслуживают наши ракеты, который мы поставили. Это принципиальный еще вызов Путину. И когда Путин попытался в ответ Макрона бормотать что-то о своих посейдонах, там, сарматах и так далее, Макрон очень холодно ответил. Не забывайте, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Я это говорю к тому, что из всех тезисов Макрона логически следует его готовность послать, отбросить последнюю, на мой взгляд, самую глупую сейчас и самую вредную, закрывающую Украине путь победы, красную линию. Это требование, чтобы западные самолеты постоянно пилотировали только украинские летчики. Но из-за этого два года у нас нет этих самолетов. И в лучшем случае, ну, украинские летчики готовятся замечательно, ну, можно подготовить там несколько десятков. А нужно, я повторяю, сотни или две сотни авиационных соединений, слаженных французских тех же «Миражей», милитанских тайфунов и шведских. Они решат исход войны очень быстро. У русских сейчас, по подсчетным эксплуатам, осталось здесь уже только 100 самолетов. Если эти 200 самолетов появятся в воду Украины, Украина и Россия очень быстро решатся авиации. И они решат две принципиальные задачи. Ну, во-первых, задачу противовоздушной обороны. Каждый самолет, западный самолет, это летающая крепость противовоздушной обороны. Русские не смогут, не смогут же без ног. Что они сейчас делают? Что они делали вчера в своих варварских налетах на Одессу, на Харьков? Они сбрасывают планирующие бомбы на своей территории. Там, где их не могут достать, украинские ракеты. А вот, когда эти самолеты появятся, все это будет немедленно. И третья задача, это уже сражение всей группировки врага на Крымской полосе. Так что путь к победе, он очень простой. Это выиграть вот эту цену чалости войны, преодолев, и я думаю, сейчас французы и британцы близки к этому, преодолев то ограничение, которое американцы, надо отдать должное нашим лидерам республиканской партии, которые сломали сопротивление трампистской группировки и провели этот закон. И они сейчас, я просто назову имена этих людей, это председатели комиссии по иностранным делам МакКол, обороны Роджерс и разведки Тернер. Они просто застали замолчать всех трампистов, показав, что они повторяли тезисы, разработанные методически в Кремле. То есть сейчас в Соединенных Штатах сложилась устойчивая двухпартийная проукраинская большинство в обеих палатах. В Сенате в 80 закон был принят, 80 сенатов, 50 демократов, а в палате это 312 членов палаты, это больше 2 трети. И что очень важно, для будущего тут, это независимо от результатов президентских выборов, это двухпартийное твердое правоукраинское большинство сохранится в Конгрессе в Соединенных Штатах. Это нам закрывает возможности Трампу, даже если он придет в власти, что я считаю возможным, но вовсе не гарантированным, реализовывать свои антиукраинские инстинкты. То есть вот эта ситуация очень сильно изменилась политически в пользу Украины и в Соединенных Штатах, и в Европе. Мне кажется, сейчас сложилось очень хорошее разделение труда между нашими европейскими и американскими друзьями. У Европы американцы покрывают вот ту потребность в артиллерийских снарядах противоракетных, такая проза войны. У Европы нет такого количества производства, а европейцы зато смелее своей концепции. И я просто уверен, что даже сейчас американцы, потому что все-таки сильная группировка Бернса и Саливана существует, они уже никогда не согласятся с той концепцией в удушении Украины, которую реализовывала Трамп. Но они не готовы будут посылать самолеты своими летчиками. А вот французы, британцы и шведы, я уверен, это сделают. Поэтому мы начали с Керченского моста. А Керченский мост – это один из элементов этого программа. Более того, я думаю, что даже вот это решение о потрапке сотен самолетов западных в Украину, причем они готовы, они будут подниматься из румынских, из финских и из польских аэродромов. Конечно, Путин будет бить по этим аэродромам, но и по нему будут бить. Он бы по украинским тоже был бить. А соотношение сил просто несоизменимо будет. А что касается моста, то я предполагаю, что он может быть разрушен в течение мая месяца. Расчеты были такие, что нужно... Это давно уже. Что достаточно 40-60 ракет в Стом Шейду. Сейчас, когда появились атаки, более опасные, они летят баллистически с большей скоростью, чем караватор ракеты Стом Шейду. Конечно, их труднее прихватывать ПВО. Ну и самолеты вот-вот появятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!